Волонтёр 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 Новые знакомств, новых возможностей и, конечно же, море энергии. Впечатлений, узнать что-то новое и понять, что такое именно помогать людям. Положительных эмоций, освоить волонтёрство на практике. Получить новые впечатления и узнать что-то новое для себя. Новые знания, скорее всего. Услышать, как помогают другие организации. Ярких эмоций, новых знакомств и опыта. Хочу узнать что-то новое о волонтерстве и закрепить это на практике. Ну и только положительных эмоций. Прежде всего, мне как руководителю делегации от нашей организации хочется познакомиться с другими руководителями волонтерских отрядов и волонтерских движений, чтобы наладить контакты и совместно продвигать какие-то большие и крупные проекты на территории нашей области. Ожидания участников форума стали реальностью на трех образовательных и дискуссионных площадках. Ключевой можно назвать встречу с активом добровольческого движения главы региона Александра Буркова. В формате круглого стола обсуждены пути развития, насущные проблемы и ближайшие перспективы. Вот это, наверное, то, что ценно есть у нас в области, в Омске. Ну, представляете, у нас сегодня порядка 600 добровольческих организаций, которые объединяют в себя более 45 тысяч человек. Это люди, которые добровольно оказывают помощь. Причем, ну, это русское слово, да, доброволец, добро и воле. При этом у них действительно доброе сердце, но они еще должны проявлять волю, оказывая ту помощь, которую они сегодня, ну, в том деле, которым они занимаются. И это очень важно. На площадке медиапространства шла речь о важности взаимодействия добровольцев со СМИ. Лидеры волонтерского движения узнали о том, как готовить презентации, вести группу в соцсетях, давать интервью и писать репортажи. Рассказали волонтерам и о возможности участвовать в региональных и всероссийских конкурсах на получение грантовой поддержки. Каждые волонтеры, их много в Омской области, примерно 50 тысяч человек занимаются добровольческой деятельностью. Каждый из них совершает добрые поступки, участвует в каких-то интересных проектах и акциях. Так вот, чтобы они смогли об этом рассказывать профессионально и эффективно, чтобы как большее количество людей услышало их, мы предлагаем им такой инструмент. Мы создали ленту новостей, добрых, позитивных новостей в интернете. И с помощью Твиттера и других социальных сетей волонтеры смогут под единым хэштегом размещать на этой информационной ленте свои добрые, позитивные новости. Мы никогда не освещали какие-то мероприятия, которые у нас проходили, поэтому та информация, которую мы получили сейчас на этом форуме, она очень интересна и полезна, поскольку мы увидели, как другие волонтеры занимаются и освещают свою деятельность, как важно привлекать других людей в мероприятия, которые вы проводите. И те контакты, которые нам дали, они очень полезны, мы их записали и обязательно будем пользоваться для дальнейшей деятельности. Программа Доброфорума оказалась весьма насыщенной. Участники также побывали на тренинге по тимбилдингу на мотивационной сессии для руководителей и лидеров добровольческих объединений. Горячее обсуждение и активное участие волонтеров только подтверждает их заинтересованность делом и настрой на дальнейшую работу в своих направлениях. Мы говорили о мотивации, о том, как мотивировать волонтеров, заниматься волонтерской деятельностью, что с этим делать, как воздействовать и как удерживать, чтобы отряды только не распадались, а только множились. Мы составляли план мероприятия. 5 декабря у нас попался день волонтера. И мы должны были придумать мероприятие, какую-то придумать свою изюминку для этого мероприятия, что нужно сделать. Что придумали? Это пока секретом, но мы взяли именно свой район за такую изюминку. Это будет интересно. Да. Гости, спикеры и все участники Доброфорума отметили, насколько название мероприятия соответствует атмосфере. Итог продуктивного дня подвел министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянс. Сегодняшний формат общения, особенно формат общения с губернатором, позволил нам понять ту проблематику, которая... Даже я не люблю слово проблематика, проблемы, да. Те вопросы, которые, как и вот на фоне темы добровольчества и волонтерства, возникают у вас. Вы, наверное, увидели то внимание, которое со стороны временно исполняющего обязанности губернатора было заметно, да. Что действительно вопросы эти очень интересуют, они очень на слуху. Они очень важны для того, чтобы оказать максимальное содействие в их разрешении. Уверен, что результат не заставит себя ждать. И те просьбы, которые звучали в ваших докладах, будут воплощены в жизнь.